В Индии популярна поговорка По 150 граммов сладкого перца, моркови и соцветий брокколи 120 граммов топленого масла 150 граммов панира 100 миллилитров сливок 10% 2 чайные ложки натертого корня имбиря 1,5 чайной ложки пажетника По половине чайной ложки молотого кориандра, зиры, куркумы и карри 10 граммов сахара Вода, соль, черный и красный перец по вкусу Ребята, что такое сабджи, я вам уже когда-то рассказывал Что такое сабджи, это лето Даже пел вам Но для тех, кто забыл, я напомню В переводе с хинди сабджи значит овощи Ну а в переводе с языка кулинарии сабджи Это своего рода овощной рагу Одно из основных блюд индийской кухни Рецепт его приготовления знает каждый житель Индии Друзья, я начал приготовление сабджи С того, что начал нарезать сыр Сыр крупным кубиком Если вдруг вы не найдете панир Тогда можно взять сыр адыгейский Он может придаваться термической обработке Его можно жарить, его можно тушить Поэтому это идеальный сыр для такого блюда Сырок я нарезал, откладываю его в сторонку У меня разогрета сковорода Теперь нужно собрать специи Даманский Да! Ты готов? Я всегда Передай мне, пожалуйста, красный перец Кориандр, куркуму и карри Так Так, и еще пажетник и зира Хорошо Итак, теперь в миске соединяем все специи Пажетник Так Добавляем зиру Теперь красный перец Кориандр Так Карри Так И куркуму Так И черного перца побольше Так Так, со специями я справился Теперь Берем ложечку И отправляем масло гхи на сковороду Так, есть О! О, хорошо Все! Теперь Перемешиваем специи Половину специи высыпаем в сковороду Ой, как пахнет! Да! О! Таким Индостаном конкретным Друзья, как раз разогревается Каждая специя И раскрывается Дружеса друг с другом Итак, друзья Специи у меня раскрылись Теперь отправляем в сковороду Сыр И жарим его До румяности Так, у меня обжаривается сыр Прекрасно Пока он обжаривается Мы займемся овощами А какими овощами Расскажу Морковь, картофель И сладкий перец С овощами я справился Ммм Сыр обжарен Берем миску Снимаем со сковороды Сыр Вот так Даманский Подай мне, пожалуйста Натертый имбирь Будь добр Держи Спасибо Так, теперь в сковороду Отправляем оставшееся масло Есть Угу Теперь забрасываем имбирь И обжариваем его Хотя бы минутку Имбирь Как же вообще без имбиря-то, а? Ребята, в индийском блюде Как? Интересно, что Вся индийская кухня Базируется на такой науке О здоровье человека Как айрведа Согласно с этой наукой В пище человека Обязательно должны присутствовать Все вкусы Все Горький Кислый Острый Сладкий И вяжущий Это одна из причин Использования Большого количества специй Ну а вторая Более прозаично Специи помогают Легче переваривать пищу А некоторые из них Как, например, имбирь Обладают еще и антибактериальными Свойствами Что является очень важным фактором Учитывая условия жизни в Индии По той же причине Индийцы добавляют во все блюда Очень много перца чили Так, имбирь немного обжарился Добавляем к нему картофель и морковь Самой дорогой специей в мире До недавнего времени Считался шафран Ну да Единственная пряность Со времен Средневековья За которую до сих пор Платят баснословные деньги Цена шафрана В зависимости от качества И страны происхождения Колеблется От 3,5 тысяч До 160 тысяч долларов За один килограмм Эксперты мирового рынка Высоко ценят шафрановые активы И отмечают их рост Вот куда надо вкладываться Не в какие-то там биткоины, ребята Шафран Новый биткоин, да? Это новый биткоин, шафран Я просто попрошу всех не обольщаться, друзья Если вдруг решите заняться шафраном, да? Да То прибыль первую Вы получите только лет через 7, а то и 8 Именно столько времени нужно, чтобы его вырасти А еще, внимание Чтобы получить примерно полкило шафрана Необходимо вручную собрать 75 тысяч цветов крокуса И отобрать из них 225 тысяч тычинок Которые составляют эту приправу Ну и кстати, друзья Между прочим, сейчас есть еще одна приправа Которая по цене начала догонять И даже перегонять шафран А, конечно же Мы знаем, о чем идет речь На этой кухне знает все Это корень дикого женьшени Он, ну, растет ерунду 1-2 грамма за год увеличивается в весе Его еще и практически истребили Разные наши азиатские друзья Которые верят в чудодейственные свойства этого растения Чтобы понимали Вес самых крупных когда-либо найденных корней женьшеня Составил 400, максимум 600 граммов А их цена измеряется, внимание В миллионах долларов Я не знаю, Даманский Наши корнеполы тоже прекрасные Замечательно нас радуют И, кстати, они уже немного обжарились Самое время добавить к ним сладкий перец И брокколи И брокколи Брокколи Отлично Так, сладкий перчик Добавляем И обжариваем буквально минутки 3-4 Кстати, вариаций сабджи на самом деле множество Все зависит от овощей Которые используются для его приготовления И набора специй для соуса карри Сабджи считается полноценным блюдом Но часто подается как часть блюда Под названием тхали Это такое огромное блюдо В центре обязательно гора риса А по краям разнообразные добавки В виде там бобовых, жареных овощей в кляре Суп, свежие овощи, лепешки Ну и, конечно же, сабджи Говорят, неподготовленному человеку Сложно съесть это блюдо за раз Ну, для индейцев, ребята, это же плевое превышенное дело Как сейчас помню Берешь нан, горячий еще Выкладываешь на него рис Сверху сабджи Ам-нам-нам-нам И запиваешь стаканчиком ледяного ласи-манго Ласи-манго Вообще бомба Короче, еды должно быть много Чтобы надолго голод утолить Вот об этом и говорится в поговорке Которую я вам вначале озвучивал В еде и делах скромность неуместна Ну, я только первую часть объяснил О еде, о делах А, с делами все просто Если индейец считает тебя своим другом Будь уверен, для тебя он сделает вообще все И даже больше Ты же мой друг Конечно Тогда передай мне, пожалуйста, сливки, сахар и воду Для того, чтобы превратиться в индейца Мне нужно переодеться в шерванину или хотя бы в лунги Я понял, мне проще самому сходить Ну надо, все, 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 все Передаю Давай Так, держи О, спасибо О Угу И водичку я уже саму что-то Так уж и быть не тяжело Так, друзья, присыпаем сахаром Есть Добавляем соль Есть Теперь добавляем сливки Так Теперь возвращаем сыр Есть Угу Теперь добавляем воду Воды должно быть столько, чтобы она практически покрывала овощи Вот так Так, теперь добавляем оставшиеся специи Ну да, их же мало там Конечно Вообще нет практически Конечно Так, перемешиваем Вот так Хорошо Очень хорошо Очень хорошо Так Друзья Закрываем крышечкой Дожидаемся закипания Затем температуру убавляем И на минималочке томим наше блюдо 20-25 минут Ну что могу сказать Ювелирная работа Здесь настолько грамотно, четко подобраны специи и овощи Что нет ни единого шанса Стас равнодушен к этому блюду И к индийской кухне в целом Друзья Обязательно приготовьте Сами попробуйте И родных угостите Ну а я спешу продиктовать вам рецепт Записывайте Панир нарежьте кубиком Соедините все специи Прогрейте на половине масла половину специй Добавьте сыр И обжарьте его до румяности Затем переложите в тарелку В сковороду положите оставшееся масло И немного обжарьте имбирь Добавьте нарезанный кубиком картофель и морковь Жарьте 3 минуты Затем добавьте брокколи И нарезанный кубиком перец Жарьте еще 4 минуты Добавьте к овощам сахар, соль, сливки, сыр, воду И оставшиеся специи Перемешайте и томите овощи 20-25 минут Приятного аппетита!